Доброго утра и хорошего дня желаем всем нашим телезрителям. Яна Вомни, с вами Ян Баврык и Чингис Капин, и также в нашей солнечной студии замечательная певица, финалистка шоу «Голос» Маргарита Белла. Маргарита, доброе утро, как ваше настроение? Доброе утро, настроение отличное, особенно с вами рядом. Вообще прекрасно. Ну, хотелось бы еще добавить, что помимо того, что вы финалистка шоу «Голос», вы еще и преподаватель зумбы. Это тоже такой немаловажный фактор, скажем, да? Да, я тренер зумба-фитнес. А как вы находите время, как вы все успеваете совмещать? Дело в том, что спортивная деятельность, она в основном проходит днем и занимает не так много времени, час-два в день, да, скажем так. А наша творческая деятельность, она уже ближе к вечеру раскрывается. Все наши выступления, концерты, репетиции, они уже у нас переходят ближе к выходным и на вечер. Маргарита, мне интересно о том, что у тебя актерское образование также имеется, помимо вокального, музыкального. Расскажи, как ты решила стать актрисой? Все было постепенно, на самом деле, после школы. Вообще музыка меня сопровождала всю мою жизнь и наполняла всю мою жизнь. Поэтому я закончила, так как я с Павлодара, я закончила Павлодарский музыкальный колледж. По классу саксофон. Вау. Да, наша профессия звучит очень громко и гордо артист джазового оркестра и ансамбля. А после колледжа я поехала в Алмату, поступила в Академию искусств. Собственно, отучилась на театральном. Вот. И вот так вот я к этому пришла. Мне просто очень хотелось прикоснуться к театральному искусству. Я просто чувствовала, что у меня что-то такое есть, что должно раскрыться и помочь мне, возможно, в будущем, дальше в моей же профессии. Потому что в любом случае я связана так или иначе с творчеством. После участия в шоу-проекте «Голос» какого результата ты добилась? Больше поклонников стало? Может быть, ты стала увереннее в себе или ты была уверена? Ну, расскажи вообще о своем состоянии. Ну, это, конечно, колоссальные эмоции, во-первых, когда ты стоишь на сцене перед камерами, когда на тебя смотрят зрители, и ты это все осознаешь, особенно когда это прямой эфир. Потрясающие эмоции. Такой своего рода адреналин, наверное, да? Ну, конечно, аудитория людей, которые тебя узнают, она выросла. И какой-то свой, допустим, уровень тоже для себя. Ты уже ставишь больше целей, планов на будущее творческих. Маргарита, я видел твои выступления, и более того, я был с тобой вместе на одной площадке, и все твои выступления, они очень яркие, динамичные, наполненные силой, харизмой, прекрасными внешними данными. Скажи мне, пожалуйста, ты от природы вот такая бомба, можно сказать, либо ты все-таки имеешь этот актерское образование и отличаешься от многих вокалистов тем, что ты актриса, прежде всего, на сцене? Да нет, наверное, это все-таки какая-то черта моего характера, потому что я вот неугомонная была всю жизнь, сколько себя помню, и все мои друзья, которые знают меня там с детства, со школы, они мне говорят, ты вот не меняешься, ты как в игре сохранилась когда-то, и вот такая же осталась, собственно. Поэтому это, наверное, моя профессия актерская, она не влияет, она больше раскрыла, наверное, какие-то таланты, которые были внутри. Ну а вот что касается песен, ты сама пробовала как-нибудь написать песню, вот свою авторскую? Да, конечно, я пишу стихи, я пишу песни, но это вот пока только для себя, и что-то иногда я, допустим, публикую на своих страничках для моих подписчиков. Также и мы в нашей программе всегда говорим о тех мероприятиях, которые проходят в нашем городе. И прямо сейчас мы предлагаем нашим зрителям ознакомиться с афишей города Алматы, а мы скоро продолжим. Будьте с нами. Друзья, ну вот мы снова с вами вместе в это прекрасное, светлое утро. Напомню, в нашей студии яркая, харизматичная, талантливая и уже известная певица Маргарита Белла. Маргарита, мы совсем забыли спросить про псевдоним. Вы сами себя так назвали Белла по-итальянски? Абсолютно нет. Вот как-то так получилось еще с времен, наверное, колледжа, когда у меня фамилия моя Бельская. И меня педагог всегда называл Красотка Бельская идет. О, Красотка Бельская идет. И вот так прилипло, меня все друзья называли Белка, Белка, Бельская. И Белла, Белиссима Белла. И вот, собственно, так и пошло Маргарита Белла. Маргарит, ну определенный какой-то итог в своей жизни ты уже подвела после участия в конкурсе. Я все к нему подвожу. Что дальше? Возможно, ты хочешь записать альбом. Может быть, ты хочешь выступать с группой. Может быть, ты хочешь стать продюсером. Твои планы? Ну, я бы хотела, на самом деле, вот мое самое, наверное, большое желание – это когда-нибудь, возможно, в скором будущем записать свои песни. Вот, дать им жизнь, так скажем. Все остальное, оно просто приносит мне удовольствие большое, потому что я занимаюсь своим любимым делом. А что может быть лучше? В проекте «Шоу Голос» были четыре наставника. Это Ева Бихер, Нурлан Абдулин, Жанна Ренбасарова и Алио Капов. Ты оказалась в команде Нурлана Абдулина. Да. А, оправдал ли он твои ожидания? Нурлан, он очень такой прям мужчина, харизматичный, во-первых, очень позитивный, очень открытый, и он нас поддерживал. Ну, а какие надежды он мог оправдать? То есть от наставника что требовалось? Поддержка и какие-то, собственно, наставления на путь. Нет, ну а как же, нужно же еще и научить чему-то, свою частичку души подарить. Естественно. Подарил? Конечно. Он любит красивых девушек. Конечно. Ну и вот сейчас после шоу вы встречаетесь, а он как-то заинтересуется, может быть, звонит и говорит, «Белка, как дела там у тебя? Ты поешь? Продолжаешь?» Нурлан Абдулин, на самом деле, очень занят творческой деятельностью, он постоянно на гастролях, он постоянно то в Астане, то в Алма-Ате. И мы тоже все в работе, да, в выступлениях, конечно, хотелось бы встречаться, но есть чаты, есть группы, где мы все общаемся, и с ребятами мы планируем вот в будущем делать благотворительный концерт, это давать благотворительные концерты и делать сборы для тех людей, которые нуждаются в деньгах на лечение таких заболеваний, как рак, допустим, да, и у которых не хватает средств. Мы хотим дать надежду на жизнь, чтобы была возможность у людей получить лечение в хороших клиниках, да, и чтобы были средства. Ну, это большое дело, надеюсь, конечно, вам удачи, я надеюсь, что все получится. Спасибо. Маргарита, конечно, будет очень жаль, если мы не воспользуемся этим прекрасным случаем, потому что как только ты поешь, просыпается абсолютно все. Зрители, солнце, горы, поэтому просим тебя немного музыки нам в студии. Я очень люблю одну песню, очень давно, но она уже не новая. Но так как я пою на разных языках и люблю петь на разных языках, мой один из самых любимых языков – это французский. И вот это та песня, которая выстрелила, так скажем, у этой певицы, я думаю, что ее все знают. Субтитры – это французский. Браво! Браво! Прекрасно! Очень красиво и так тонко. Мне понравилось, правда, себе. Маргарита, заявил о том, что знаешь языки какие? Нет, я вот не знаю языки, к сожалению, но я пою на разных языках. Любовь к языкам умеется? Есть. Ну, естественно, в любом случае через песню ты какие-то определенные фразы заучиваешь, потому что мне интересно знать, о чем я пою. Это же еще важно произношение, но ты так хорошо спела по-французски. Французский я учила в школе. Я учила в школе французский-английский. Ну, видимо, это какая-то способность такая, как полиглот, да, такие люди называются. Я очень быстро схватываю и всегда, когда пою, допустим, там, на грузинском языке или на греческом, или на румынском, мне интересно, когда люди попадаются именно такой национальности или проживающие в этих странах, да, я подумаю, как, вот, наверное, там вообще не попадают, да, то есть, ну, нет. Нет, ну, вот, если честно, мы думали, что вы грузинка. Нет, я не грузинка. Мы думали, что вы французенка. Да, вот, как-то пела на грузинском языке, и грузины подумали, что я вот с Грузией. Это, конечно, очень приятно, льстит, хотя говорят, что на английском я пою с португальским акцентом. Интересно. А, Маргарита, Яна, предлагаю сделать небольшую паузу. Мы обязательно вернемся к нашей беседе, а прямо сейчас нашим зрителям предлагаю посмотреть смешные видео, которые подготовили наши журналисты. Дорогие друзья, снова с вами солнечная студия программы «Кулеб Оян Алма-Аты». С вами Яна Бабрыко, Чингис Капин и Маргарита Белла. Маргарита, ну а сейчас твои пожелания нашим телезрителям в это доброе утро. Очень хочется пожелать всем добра, всем быстрее, чтобы быстрее пришла весна, любви в сердцах, здоровья нашим близким, родителям, детям. И, наверное, когда ты живешь вот с любовью в сердце, да, любовь тебя окружает, даришь ее близким, даришь ее родным. И все вокруг становятся счастливы. Вот я желаю, чтобы все были счастливы. Спасибо большое. Мы тоже очень хотим, чтобы и ты светилась от счастья, и все твои мечты обязательно исполнились. Спасибо большое, ребята. Давай встречаться почаще. Согласна. Друзья, наша программа подходит к концу. Мы желаем вам только мира, добра, радости и улыбок. Напомню, с вами были Яна Бабрыко и Чингис Капин. До скорых встреч. До скорого. Собо на старт.